Нужно отдать должное, что президент достаточно предметно информирован о тех задачах, которые стоят перед организацией дорогой безопасности. И вообще Беларусь, конечно, вручена очень плотно в деятельность УДКБ. И ощущается такая поддержка во всех шагах, которые направлены на укрепление этой организации и повышение эффективности ее работы в интересах всех стран. Разные направления деятельности обсуждались, и внешнепролитическая деятельность УДКБ, в том числе и реализация той инициативы белорусской о странах-партнерах-наблюдателях УДКБ. Сейчас решение состоялось, артифицировано практически всеми государствами УДКБ, еще Тагестан остался, но тем не менее считается уже вступившим силой. И мы сейчас, в общем-то, на пороге той работы, которую нужно провести. Это уже конкретная работа с теми государствами, которые мы рассматриваем как потенциальных кандидатов на получение статуса наблюдателя или партнера организации Дорогой Активной Безопасности. Надо определяться, конечно, корректно со странами и выстраивать с ними работу по формированию такого пояса добрососредства вокруг нашего блока военно-политического. Что касается сотрудничества с международными организациями, тоже сегодня шел об этом разговор. У нас выстроены хорошие отношения с организацией объединенных наций, есть соответствующие соглашения о взаимодействии. И вот определенные темы, по которым мы сотрудничаем с организацией объединенных наций, это и борьба с терроризмом, это и миротворчество, в общем-то, они прикликаются для темы. Сейчас мы серьезно продвинулись во взаимодействии с организацией объединенных наций по вовлечению нашего потенциала миротворческого и его включению в практические миссии ООНовского миротворчества. Хорошие отношения сложились с ОБСЕ, и в мае месяце намечена встреча с геносеком ОБСЕ. Отношения с СНГ, ШОС, тоже очень-таки партнерские и союзные. С НАТО пока отношения никак не складываются, хотя, в общем-то, соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем. И считаем важным налажение диалога и с этим военно-политическим блоком, так как и один блок, и второй, он все-таки отвечает и занимается вопросами безопасности. В разных регионах, конечно, надо такие вот коммуникации налаживать. Продолжение следует...